Введение безвизового режима на территории нескольких дальневосточных субъектов ситуация уникальная для всей России. Но эксперты уверены, теперь все внимание как на федеральном, так и на региональном уровне будет приковано к реализации этого проекта именно здесь, в Приморском крае. Такой интерес вполне обоснован. Только через порт Владивостока за минувший год прибыли 5000 иностранцев. В основном это туристы из Китая, Кореи и Японии. Все чаще приезжают и туристы из европейских стран. По данным краевого департамента по туризму, за год край посетило более полумиллиона человек. Турпоток вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом, но многие в Приморском крае к такому спросу оказались не готовы. Турист, например, он приехал в какое-то мероприятие, и он в свободное время хочет куда-то пойти, что-то посмотреть, присоединиться к какому-то туру прямо сейчас. А он не может. Нет экскурсий, что он так захотел, и через полчаса, это очень редко, когда его потребность удовлетворяется. То есть приехал гид, именно нужного языка, испанского или французского, и куда-то его повез. К сиюминутным запросам приезжих, как это бывает в регионах, заточенных на туризм, в Приморье не готовы, несмотря на то, что в крае довольно много, что называется, экскурсионных мест. В этом году с поправками в законодательстве туроператоры ожидают ажиотаж по морским прогулкам, как со стороны спроса, так и предложения. А вот отельный бизнес, пока не успевая за турпотоком, не хватает гостиниц. Их в крае 1100. В основном это недорогие хостелы, но для реализации безвизовых режимов требуется больше. Бюджетных туристов фирмы вынуждены размещать в опустевших детских лагерях и пансионатах. Правда, инвесторы говорят, что решат проблему с отелями уже в ближайшее время. Планируется возвести 11 гостиниц и аквапарк в игорной зоне в 50 километрах от Владивостока. Но пока построили и запустили только один отель. Достроить остальные обещают в течение ближайших шести лет. Лише шести тысяч единиц номерного фонда, который предполагается до 2021 года к созданию. В текущем году, в апреле, еще один международный крупный инвестор иностранный – это компания «Нагу Корпорейшн». Здесь она представлена компанией «Приморский интертеймент Резорс Сити». Приступает к строительству нового объекта. Гостиница подразумевает к созданию более 500 номеров. Один большой экзамен форума ТЭС-2012 в Приморье уже позади. Теперь каждый год аттестация приема гостей в форме Восточного экономического форума. Туроператоры ожидают, что с введением упрощенного электронного визового режима на территории свободного порта Владивосток количество гостей из других стран еще увеличится. И если большая часть инфраструктуры пока только в проектах, то местный сервис заметно улучшается. Иностранные туристы, которые к нам обращаются, отмечают количество улыбок, когда их встречают. И в аэропорту, в персонал службы, в гостиницы, в рестораны. То есть все-таки мы растем, и это хорошо. Гораздо дружелюбнее стала и пограничная политика. Чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте МИДа России. При положительном ответе визу проставят прямо на российской границе. Заявку будут рассматривать 4 дня. А сама виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. При этом тратиться на нее не придется, визу будут выдавать бесплатно. После падения рубля путешествовать по Приморью иностранцам стало еще и выгодно. Трехдневный тур за 200 долларов с проживанием и трехразовым питанием сегодня могут позволить себе даже жители сельских районов Китая. Здесь живут мои родственники, которых я бы хотела навестить. К тому же часть моих предков родом из России. Во мне тоже есть русская кровь. Россия – замечательная страна. Мне интересны культура, быт и русская кухня. Благодаря туристам ежемесячная выручка ювелирных и кондитерских магазинов во Владивостоке выросла на 50%. Однако жители столицы Приморья к такому количеству гостей относятся по-разному. Всегда хорошо, когда что-то открывается. И когда чего-то наплыв и чего-то больше становится, гостей больше отношений, это всегда лучше. Будет загрязняться все. Будет очень много очередей в магазинах тех же. Ну, просто будет очень много все раскупаться и дорожать, мне кажется, будет все. Ну, мне кажется, это наоборот хорошо. Прилив туристов, как бы, всегда хорошо. Ну, я думаю, что лучше пускай будет открытый, но так что-то выборочно. То есть, не так, чтобы совсем до беспредела это все впускать. Особенно, наверное, из ближайшего зарубежья. Ну, а так, в общем-то, хорошо. Это же торговля, двигатель торговля, прогресса там и прочее. То, что, в частности, Владивосток становится все более удобным для туристов, видно невооруженным взглядом. Вывески на иностранном языке, информационные таблички, различные путеводители и аудиогиды. В этом году в порт Владивостока зайдет в три раза больше круизных лайнеров, чем в прошлом году. Так, первое судно из Южной Кореи, на борту которого будет полторы тысячи человек, придет в Владивосток с открытием навигации 2 мая. Инна Щедрова, Евгений Апарин, Дмитрий Сухоруков, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.